Хотите собрать всю коллекцию из персонажей МК Мобайл и прокачать их до 10 слияния? И конечно же играть в свое удовольствие и оценить согреть имени по карману? Хочу порекомендовать вам магазин Paradise. Там вы можете оставить свой отзыв или прочитать других покупателей. Конечно же имеется раздел товары, откуда можете сделать заказ, нажав на нужный вам товар и после кнопку написать. Также имеется очень хорошая акция от моей же группы ВК МК Мобайл. В моей группе вы также можете сделать заказ на душе новым быстрым методом. В моей группе также имеется раздел товары и услуги. Первая услуга покупка любого тенантного набора с игры МК Мобайл по цене с игры и без наценок. Вторая новая услуга фарм награды башен от 5 кругов и более, где вы гарантированно получаете 5 алмазных персонажей плюс бонусом рандомное снаряжение с башеной, плюс душ и золото. Примеры дропа можете также лицезреть в моей группе. И конечно же для вас и своих подписчиков у меня проходят конкурсы, в которых вы можете выиграть алмазных персонажей, душ и снаряжение и аккаунт в МК Мобайл. По всем вопросам можно обращаться в группу, нажав на сообщение и задать вопрос или сразу же в личку, перейдя по ссылке в шапке. Ссылку на магазин продать и мою группу ВК оставлю в описании под видео. Переходите и закупайтесь. Хорошими бонусами. Друзья, всех приветствую на своем канале. Продолжается рубрика «Ламазный донатный персонаж» и на что он способен. В этом видеоролике я конечно хотел бы для себя прояснить, кто из этих двух персонажей, хотя это рубрика, но кто из этих МК-11, Рейн или Фуджин лучше подходит к богу огня Люкана, именно в связке. Также, ребята, у нас уже боссы сильнее. Здесь уже полноценная МК-11 команда. Скорпион, Синдл под усилением, ну, Сайбота. Но у нас персонажи они пальцем деланы. Вот таким вот образом я снарядил своих персонажей практически одно и то же каждая битва. Но это снаряжение реально очень хорошо подходит моим персам по негативным эффектам. Скорпион, МК-11, у него будет френдшип. Здесь очень много ХП у МП-Сайбота, при том, что я Стрежница 10-го слияния. Проклятие будет накладываться на нас. Здесь ХП достаточно, еще и Батфорты будут помогать персонажам, то есть именно противникам нашим, потому что когда мы будем наносить спецприем, она будет выкрикивать из-за экрана сбоку, да. Но погнали, ребята. По ходу действия решим, кто из этих персонажей подходит больше в связке к Люкану Бога Огня. Мне, в принципе, больше интересен Фуджин. Хотя раньше я играл за МК-11 Рейна. Он мне даже как-то от 2-го СП понравилось, как он наносит, конечно же, с ливанем отряда. Но он медленный. Очень медленный. Конечно, классический, наверное, больше сюда бы подошел. Но, видите, у меня именно эти три персонажа стоят в моей связке. Я думаю, как-то будет получше этот персонаж. Мне как-то он больше сейчас симпатизирует в этой команде. Ладно, погнали. Второй спецприем, если сейчас получится глушение, можно будет поменяться. Да, было бы, конечно, отлично, если бы Люкан очень побыстрее набрал бы эту вторую шкалу. Да, поменялся. В принципе, ничего страшного. Входим за Рейна. Блин, вот если бы привязать, было бы вообще отлично. Так, я промахнулся одним первым спецприемом. Это моя оплошность. Я не подошел, поспешил. В принципе, иногда они рывком. Я специально даже не нажал именно на паузу. Да, чтобы на блок, я думал, он подбежит и сделает первый спецприем. Здесь делаю второй СП за Фуджиной. Смотрите, видимо, модификатор не дал мне поменяться на другого персонажа. И Синдел своими волосами его вынесло. Да, конечно же, очень жестко. Я не ожидал такого хода действий, конечно же. Но продолжаем, продолжаем, ребята. Конечно же, уже накладывается и привязка на Скорпиона. Очень хороший урон проходит с Ливнем. Да, тут еще и, конечно же, помогает на снаряжении Копье Короля Джерода. Второй СП. Да, один щиток я не сбил, в принципе. И вот о чем я и говорил. Вот Синдел выкрикивает. Скорпион, как всегда, в ноги кидается. Ничего страшного. Входим за Рейном. Продлеваем привязку, чтобы он уже никуда не сдреснул. Делаем еще. Хотел, конечно же, первый спецприем не получилось. Но ничего. У меня снаряжение сработало с Бруталити на Рейна Блэка. И Фрэншип от Скорпиона. Делаем второй СП. Я так понял, все. Минус. И, возможно, еще второй СП. Конечно же, в блок нанесем. Ну, Псайботу. И все. Это была первая попытка, ребята. Но я думаю, это достойная первая попытка. Потому что снаряжения с этой башни, конечно же, нету. Да, и рубрика она и называется. Алмазный донатный персонаж без снаряжения этой башни. На что он способен. Вот. Погнали дальше, ребята. Получаем золотишко и смотрим, сколько хп осталось у боссов. В принципе, по фулл хп у двух осталось. Но ничего страшного. Мы, я думаю, вынесем. За вторую попытку нужно постараться. Я так думаю. Ну, кстати, во вторую попытку нужно все-таки решить. И сохранить всех трех персонажей. И проэкспериментировать именно Фуджина. Я хочу именно за Фуджина поиграть большую часть битвы. Но, как всегда, будет видно по ходу действия. Привязка сразу срабатывает с первого же раза. Еще и промо. О! В принципе, сейчас можно вот на Фуджина меняться и посмотрим. Смотрите. В принципе, когда он входит, да, и по снаряжению очень много негативных эффектов накладывается. И за вот это вот завершающая комбо. Мне вот чем он и нравится. Он копит энергию побыстрее. И его не перебивает. Второй СП он сохраняет. Отлично. Делаем еще раз второй СП. При оглушении, возможно, будет еще и пробитие щита. Но это не срабатывает. И снова входит Люкан, Бог огня. Как по мне, не знаю. В ураган, мне кажется, больше наносится урон, чем в ливень. Да, и еще раз говорю, побыстрее будет персонаж именно Фуджин. Но это мое личное мнение. И это, в принципе, для себя я хочу понять, кто из этих персонажей лучше подходит к Люкану. Снова заходит Фуджин. Делаем, конечно же, второй СП. Для чего? Мне нужно наложить еще раз оглушение. Здесь я, конечно же, могу сделать серию так. С тем, что я сейчас делаю. Наложу на нее бурю. И там потом я могу еще раз делать второй СП. При том, что она, смотрите, еще отбыркивается. Делаю второй СП. Захожу за Люкашку. В принципе, это очень будет даже хорошо. Или, смотрите, а что можно будет сделать? Можно просто поатаковать. Еще раз поиграем за него. Блин, хотел второй СП все-таки сделать и не получилось. То есть вот о чем я и говорю, что персонажи, боссы слишком очень продуманы стали. Вот. И, конечно же, скорее всего, лучше играть. Вот нанес какой-то либо СП. Поменялся. У тебя есть на подмену 7 секунд. Видели, да? На примере, когда я хотел все-таки поиграть именно на за Фуджина. Нанести еще раз второй СП. И неоднократно. Я то промахивался. То еще что-нибудь. То есть лучше сделал СП. СП прием поменялся. Все. Оглушение. Прилетела вот эта бомба. И так далее. В принципе, чистая победа. Вот для меня, я думаю, все-таки Фуджин больше подходит в команду Люка на Бога огня. По поводу таланта вы сейчас посмотрите, конечно же. Ну и, ребята, дальше будем продвигаться. Конечно же, я буду записывать последующие ролики. Я вас попрошу оценить, поддержать этот ролик. И для вас старался Андрей, ведущий этого канала. И всем всего хорошего. И всем пока-пока. Продолжение следует.